Здравствуйте! Говорю вам я, Юлия Север, ведущая программу «Универсальный формат». Как всегда, в 13.05 мы собираемся в студии, в прямом эфире, чтобы обсудить какие-нибудь интересные темы и познакомить вас с интересными людьми. Сегодня не исключение, мы продолжаем знакомить вас со средними и высшими учебными заведениями, ну и работаем в прямом эфире, еще раз напоминаю вам, 202 11 22, телефон ждет звонков, звоните, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям, передавайте привет, обсуждения, спорьте с нами, все это мы, собственно говоря, приветствуем, очень рады вашим звонкам, дорогие наши телезрители. Что ж, ну я вам представляю нашу первую тройку игроков, первых гостей. Знакомьтесь, Поволжский государственный колледж, ну и, собственно говоря, наверное, начну с Елены Михайловны Садыковой, которая у нас является заместителем директора по учебной работе. Здравствуйте! Рядом расположились бравые красавцы-студенты, это у нас Сергей Ломакин, студент группы ПКС-418, правильно? Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и Дмитрий Сявальс, студент группы С-403, правильно? Участник Олимпиады, собственно говоря, ну расскажет, что за Олимпиада, как поучаствовал, какие интересные победы, быть может, были. Ну, а первый вопрос хочу адресовать именно вам, ребят, как студентам, как представителям непосредственным вашего учебного заведения. Почему выбрали мне Поволжский государственный колледж, ну и, собственно говоря, не ошиблись ли в этом выборе, нравится ли учиться обучение в колледже именно? Ну, четыре года назад, когда я еще заканчивал девятый класс, у меня предстоял выбор — пойти учиться дальше и в дальнейшем поступить в вуз, либо получить специальность и в дальнейшем работать, и при необходимости также получать высшее образование. Вот, я выбрал второе, и, в принципе, я об этом не жалею. Когда я выбирал учебное заведение, выборов было много, я могу сказать, вот, но я предпочел Поволжский государственный колледж. Потому что, зайдя на сайт колледжа, меня заинтересовала программа обучения. Вот. И сама студенческая жизнь мне тоже показалась довольно-таки интересной. В колледже проводится довольно-таки большое количество разных конкурсов, мероприятий. В общем, всегда происходит какое-то движение. То есть, интересовалась сама студенческая жизнь, которая кипит в колледже. Да, да, да. Ну, и, конечно же, самообразование, которое там получаешь, довольно-таки обширные знания, очень много практики. Для этого достаточно, чтобы стать квалифицированным специалистом, я даже так могу сказать. Хорошо. Дим, твоя история? Ну, не так давно моя двоеная сестра училась на базе этого колледжа. И так получилось, что она порекомендовала мне сходить. И вот я пришел и стою в премной комиссии. Там множество специальностей было на выбор. Очень много. То есть, там банковское дело, правоохранительная деятельность и многое другое. Но мне приглянулось сварочное производство. Ведь эта специальность, она очень востребовательна на рынке труда. Ну, наш колледж может дать, я думаю, карьерный рост, трудоустройство в дальнейшем. И возможность участия в различных олимпиадах, я думаю. Ну, давайте как раз про олимпиады. Я так понимаю, что недавно на базе вашего колледжа прошел... Буквально вчера. Да, региональный этап всероссийской профессиональной олимпиады. Так звучит. Это мероприятие, это соревнование в какой-то степени. Ну, по каким специальностям прошел? Как вообще прошло мероприятие? Расскажите, пожалуйста. Ну, давайте я начну. Ага, давайте, давайте. Ты участник олимпиады, не просто участник, а победитель. Поэтому, пусть она расскажет. Еще вчера я был обычным участником. То есть, никто не думал, никто не знал. И вот, значит, участвовал я, значит, в этой олимпиаде по сварочному производству. То есть, по этой специальности. Вот. И в дальнейшем, то есть, я подтвердил свои навыки, то есть, знания этой специальности. И занял первое место, естественно. Естественно, то есть, не сомневался в своих возможностях. Я готовился к этому очень усердно. И колледж мне дал очень много всего, практики, теории. И благодаря этому я победил, я думаю. Хорошо. Ну, а вообще, какие, видите, ребят, вы перед собой возможности профессионального роста после окончания колледжа? Кстати, Сергей, рассказывай, вот эта специальность, которая ПКС, как это переводится? Хорошо. Какие возможности вообще видишься в реализации? Видишь ли? Ну, вижу, конечно же. В колледже нам дают большое количество часов практики. И этой практики достаточно для самореализации, для получения опыта и в дальнейшем возможности трудоустройства. Вот, к примеру, даже сейчас я уже трудоустраиваюсь, и благодаря полученному опыту, всем навыкам, которым их научили, их достаточно, чтобы трудоустроиться. Вот. И, ну... То есть, свою дальнейшую судьбу? Более того, у него уже, насколько я знаю, да, Сергей, я правильно говорю, что у тебя уже несколько предложений есть от работы дателей, и он сейчас находится в ситуации выбора. То есть, он еще не завершил обучение, но уже по резюме его приглашали на собеседование, и у него много предложений, куда пойти работать. Ну, вот он пока, по-моему, к одному месту склоняется. Хорошо. Ладно. Многие родители, многие школьники, когда подходит какой-то этап подведения итогов, я имею в виду школьных, задумываются все-таки в среднее образование, в высшее образование. Что больше даст какого-то возможности карьерного роста. Выбирать, конечно, каждому самостоятельно, и то, и то возможно. Но все-таки хочу спросить у вас. Сегодня среднее профессиональное образование, чем оно живет? Что это такое сегодня? Наверное, все-таки к вам больше. Да, ну, сегодня среднее профессиональное образование живет такое, вы знаете, в очень интенсивной динамике. На самом деле, поменялась структура подготовки. Сейчас перед нами стоит задача осуществлять набор и готовить специалистов для высокотехнологичных производств, то есть специалистов по техническим специальностям. Поэтому, безусловно, несмотря на то, что у нас в колледже реализуется 26 образовательных программ по 22 специальностям, мы все-таки делаем в основном упор на набор на технические специальности. Так как этих специалистов сегодня ждут на рынке труда, предприятия заинтересованы в их подготовке. И вот уже сегодня, несмотря на то, что наш колледж – это самое крупное образовательное учреждение среднего профессионального образования не только в Самарской области, но, я думаю, и в России, у нас все выпускники уже знают, куда они пойдут работать. Мы ведем подготовку и по целевому обучению, то есть по двухсторонним, трехсторонним договорам с предприятиями. Место практики мы, как правило, определяем там, где уже будет работать наш выпускник. Поэтому, ребята, на сегодня уверены в завтрашнем дне. И я должна сказать, что вот тот миф, обращаясь, хочу обратиться к родителям, что сегодня там технарем быть плохо. На мой взгляд, сегодня технарем быть очень замечательно и перспективно. Буквально недавно, решая одну из задач, дуальной подготовки специалистов совместно с предприятиями, сегодня специалисты одно образовательное учреждение не подготовит качественно. Только можно совместно с работодателями. Вот мы были на заводе, выявляли так называемое, стыковали профессиональные стандарты с образовательными. И вот я подошла к нашему одному из выпускников, который работал на станке с числовым программным управлением, и в параллели он еще освоил наладчик станков. Я поинтересовалась, какая у него заработная плата. Я была очень удивлена, я тоже не думала, что такие зарплаты могут быть на заводах. Вот выпускник сказал, если я ухожу в 4 часа, я могу заработать 50 тысяч. Но если я даже держусь на час, на полтора, моя заработная плата 60 тысяч. Слушайте, ну действительно, цифры отражают. Перспектива на производстве. Да, конечно, перспектива на производстве сейчас очень хорошее у тех, кто имеет хорошую квалификацию и, естественно, хорошее качественное образование. Но, Коль, уже заговорили мы о специальностях, о технических специальностях. Вообще, как обстоят дела с набором на эти специальности? И по каким программам будете обучать в 2015-м, получать в следующем году набор 15-й, 16-й? Ну да, действительно, соотношение специальностей социально-гуманитарного и технического профиля сейчас, в настоящее время, у нас меняется. Мы в большей степени набираем на технические специальности, которые, как я уже сказала, связаны с высокосехнологичными отраслями производства. И, безусловно, это, прежде всего, такие специальности, как технологии машиностроения, техническое обслуживание и ремонт станков, техническое обслуживание и эксплуатация автомобильного транспорта, специальности радиоэлектронного профиля, далее, сварочное производство, автоматизация технологических процессов и производств, программирование в компьютерных системах, далее, компьютерные сети. Вот все эти специальности технического профиля, они сегодня востребованы, и у нас есть на них хороший бюджетный набор. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить выпускников 9-го класса, так как считаю, что действительно, вот, человек, который имеет несколько ступеней образования, то есть, когда он имеет рабочую специальность, а в рамках программы СПО заложен модуль получения рабочей специальности, далее, он имеет квалификацию техника, и потом в сокращенные сроки он имеет возможность за 3 года, уже работая и строя свою профессиональную карьеру, получить высшее образование, вот этот путь, он, конечно, способствует очень хорошему карьерному росту. Но, я еще хочу сказать не о карьерном росте по вертикали, а о карьере по горизонтали. Если человек хороший специалист, а сейчас все производства находятся в условиях очень быстрой такой динамики заказов, сегодня один заказ, завтра другой, то, безусловно, такие рабочие, они развиваются именно в своей специальности, и, ну, просто-напросто имеют карьерный рост даже в той же заработной плате, в разновидности видов и сферы деятельности, которые они выполняют на производстве. Поставленных задач, объектов, опять же. Хорошо. У нас есть фотографии, которые, думаю, отражают жизнь в вашем колледже. Я предлагаю их как раз пустить под разговор. Ну, ребята могут как-то пояснить, не только же какие-то интересные... Ну, вот мы видим, это у нас аудитория, я так понимаю, правильно? Да. Ну, рассказывайте, знакомьте меня с вашим колледжем. Вы знаете, да. Вы знаете, вот хочу сказать, что у нас действительно очень хорошая материальная база. У нас есть инновационный такой, как его назвать, участок, где установлены станки с числово-программным управлением американской фирмы ХААС. И у нас самое лучшее в Самарской области сварочные мастерские. Буквально не так давно мы приобрели виртуальный класс Салдаматик по сварке, которым, ну, просто завидуют не только учебные и образовательные учреждения, но и предприятия нашей области. Ну, кто приезжает на экскурсию, посещает, пробует. То есть даже как на экскурсию, не просто... Даже из Тольятти приезжают, смотрят. Это очень интересно. Да. Вот Дима, он как раз в этом классе обучался. И я хочу сказать, что, кроме того, наш колледж является экспериментальной площадкой по управлению качеством системы профессионального образования. И поэтому на нашей базе проводится очень много и всероссийских, и областных семинаров, и мастер-классов. В настоящее время мы очень серьезно занялись дуальной подготовкой, потому что понимаем, чтобы успеть за современным производством, нужно только с работодателями вместе готовить. Мы можем готовить хороших специалистов. И поэтому мы активно сейчас стараемся в наши образовательные программы внести согласование между профессиональными стандартами, квалификационной характеристикой специалисты и федеральными государственными образовательными стандартами. Вот здесь я могу уверенно сказать, что наш колледж впереди планеты всей, во всяком случае, в Самарской области. И в настоящее время у нас есть очень хорошие результаты, реализовав которые, я думаю, мы очень здорово улучшим качество подготовленных специалистов. Да, и качество обучения. Ну, хорошо, мы видели на фотографиях не только какие-то образовательные программы, действительно, вы уже сказали о надежности, скажем так, вашего обучения, но видели и активную студенческую жизнь. Есть такое? Да, есть. Какие-то митинги, какие-то концерты, студвесны, я так понимаю. Ну, вот недавно проходила студвесна, и наш колледж занял первое место по Самаре. Он уже седьмой год подряд занимает первое место. Среди средних специальных учебных заведений, правильно? Ну, как отметила жюри, что уровень был профессиональный. Слушайте, ну откуда у вас столько талантов? Мало того, что техники, мне казалось, много, да, если каких-то технических специальностей, много, я так понимаю, что и гуманитария. Но все-таки вы принимали участие, кстати, в студвесне? Нет. Нет, вы не принимали, как зрители поддерживали? Да, конечно. Ну, молодцы. Активно. Вы знаете, у нас настолько очень много желающих принимать участие в студвесне, поэтому там такой отбор идет, только профессиональных номеров попасть туда очень сложно. Но у нас еще много самых разных программ. И джентльмен-шоу проводится. Конкурс среди юношей в этом году был совершенно потрясающий. Ребята такие таланты демонстрировали. И игре на скрипке, и читали собственные стихи и так далее. Конкурс просто всем очень понравился. Кроме этого, очень много спортивных секций. У нас 17 спортивных секций работает. Много работает студенческих учебных фирм. В частности, вот по информационным технологиям. Импульс плюс есть фирма. Есть учебная фирма «Вакансия», правовое созвездие у юристов и так далее. Действительно, жизнь наших студентов очень насыщена и разнообразна. Вся их деятельность, безусловно, связана с будущей профессиональной деятельностью. Мы очень серьезное внимание уделяем дополнительному профессиональному образованию. Почему? Потому что считаем, что чем больше, скажем, трудовых функций освоит студент, тем он будет увереннее и успешнее себя чувствовать на рынке труда. Потом, в дальнейшем, профессиональной своей жизни. Да, да, профессиональной жизни. Ну, мы немножко у Сергея узнали, где собирается работать. Точнее, есть уже, да, предложение? Да. Есть? Есть, да. А под секретом пока не будешь? Ну, я собираюсь устроиться в фирму «Импозию». Вот всю подготовку, которую мне, в принципе, давали, у нас проходили курсы 1С дополнительно. Вот благодаря также ним я смог устроиться, практически уже устроился. Сейчас я прохожу обучение в этой фирме. После обучения уже будет трудоустройство. Хорошо. Ну, молодец. Я тебе желаю, конечно же, пройти обучение на ура, ну и дальнейших каких-то карьерных ростов. Хорошо? Да, спасибо большое. Дим, у тебя как дела обстоят? Вообще есть ли уверенность в завтрашнем дне? Ну, совсем скоро, вот выпускной уже практически, так понимаю. Знаете, как только я вступил на порог колледжа ПГК, то есть студентам, мне уже завод прислал, может быть, так сказать, договор, который я подписал, естественно. Он обучается к целевому обучению. Да. То есть после колледжа я спокойно могу беспрепятственно устроиться туда. То есть ты уже уверен вообще действительно, что вот что тебя ждет? На этом заводе я прохожу практику сейчас, то есть, ну, я там очень уже востребовательный, довольно, еще в связи с тем, что я занимаю какие-то места, и он следит за этим, и он будет, может быть, какую-нибудь ячейку я все-таки займу. Хорошо. Ну, для молодых людей вопрос финансовый, он тоже имеет место быть. Вот в этом плане уверен, в финансовом, в материальном? Ну, да. Карьерный рост есть. Карьерный рост есть. Дальше потом будет. Семью сможете обеспечивать? Несомненно. Как настоящие молодые люди, мужчины. Ну, чем выше знания, тем выше зарплата. Знаний достаточно, которые даются в колледже. Ну, и также нас же обучают, как находить что-то и какую-то информацию, и благодаря этому тоже можно еще самообучаться. Вот. Хорошо. Ну, и, наверное, вопрос мой под занавес нашей с вами беседы. Я хочу сказать, что Дмитрий в мае месяце будет представлять Самарскую область. На Всероссийской олимпиаде по сварке. А, это у нас он скромничает. В городе Санкт-Петербурге. Да, в городе Санкт-Петербурге. Поэтому вот хочется пожелать ему победы. Ну, конечно, желаю обязательно. Всем телеканалам Самара ГИС и всеми зрителями желаем. Последний вопрос. Собирается ли продолжить обучение и получать высшее образование? Ну, да. Параллельно я работать буду, но и параллельно на заочном обучении буду получать высшее образование. Конечно же. Сейчас в наше время очень нужно высшее образование. То есть я собираюсь поступать на базу Тольяттинского университета. Там просто, там очень обширные знания дает этот университет. Самые высокие по моему специальности. По сварочному производству, да, действительно. Там сочетается очень сильная кафедра по сварке, современная. И поэтому у нас очень тесное сотрудничество. Мы уже 15 лет сотрудничаем именно по техническим специальностям в плане подготовки специалистов. И по научной исследовательской работе. Поэтому планы есть. И достаточно много выпускников идут именно туда. Ну, я вам желаю, конечно же, все эти планы реализовать. Спасибо вам, что были у нас сегодня в эфире. Что ж, мы прерываемся на небольшой сюжет и возвращаемся в студию. Продолжаем знакомить вас с высшими уже учебными заведениями. Русский язык, он вообще самый красивый язык. Иностранцы его считают самым певучим языком. Мы много окаем, акаем, все растягиваем. Особенно китайцы. Вот. Мне кажется, русский язык, он прекрасен. И он богат настолько разными словами. Это... У меня, конечно, лексикон ограничен, сидит в данный момент с испугу так. Но, мне кажется, он потрясающий просто. Я считаю его сложным. Я считаю его родным. А сказать прям, люблю ли я русский язык или нет, это невозможно. Он просто есть. Люблю я. Я сама русская. Люблю. Я рысала, родилась здесь, в Самаре. Уйдушу еще. Люблю русский язык. А скажите, вот многие считают его очень сложно. Вы поддерживаете это мнение? Да нет. Почему? У меня по-русски пятерки-четверки были. Я в школе училась. Ну, у меня очень хорошая преподавательница была по русским языку. Поэтому... Класс руководительница. Поэтому я, в принципе, всегда любил его и иногда пользуюсь ее советами, которые она нам давала. Ну, а считаешь ли его сложным? Вот многие говорят, иностранцы, что русский язык очень сложный, там много слов-исключений. Вот про это можно как-то рассказать? А кто скажет, что будет легко? С русским языком нет. Никогда не было, не будет, думаю, проблем у русских. Русский язык самый чудесный, самый замечательный. Лучше его не придумаешь. Да, я люблю. У меня по нему пятерки. Да, у меня тоже. А диктанты пишете все правильно на пять? Да, хорошо. Особенно словарные слова. Русский язык – это родной язык, так как мы все патриоты, мы его любим. Тут особо выбора нет. Поэтому, да, любим. Сложным, при том, сколько не читаю, почему-то я все равно пишу безграмотно, но вообще, ну, не страшно. Но он очень красивый язык. Ну, и как бы, наверное, я об этом не задумывалась, потому что, ну, с детства это родной язык. Ну, да, я, правда, не думала об этом. Интересен тем, что очень много слов, которые иностранцы не понимают, а для нас достаточно они, ну, в обиходной жизни, в обиходе. Просты, понятны, и значения слов, ну, достаточно разнообразны. Да нет, наверное, да? Да нет, наверное, да, совершенно верно. Что ж, мы работаем в прямом эфире на 202-11-22. Телефон наш не изменился. Звоните, задавайте свои вопросы нашим следующим гостям. Ну, а я, тем временем, их вам и представлю. У нас сегодня университет Российской академии образования, Самарский филиал, собственно говоря, в лице Владимира Николаевича Выводцева, директор, собственно говоря, учебного заведения. Здравствуйте. Екатерина Юрьевна Стаханова, заведующая кафедрой государственного права, доцент, кандидат юридических наук. Я так понимаю, что у вас тоже много реколей. Я просто не встала их умещать в титрах, потому что титры у нас, к сожалению, не может вместить во всех ваших каких-то заслуг. Ну, и Екатерина Владимировна Сидельникова, ответственный секретарь приемной комиссии Самарского филиала Университета Российской академии образования. Здравствуйте. Ну, можно вам вопрос не по теме? Любите ли вы русский язык? За что? Русский язык – это самый любимый язык мой, если я говорю в данном случае от себя. По той простой причине, это один из богатейших языков мира. И, наверное, здесь хотелось бы процитировать Карла Маркса, очень известный представитель нерусского этноса. Но человек всемирно известный, классик научного коммунизма, в свое время сказал следующие слова. «Как велик и могуч русский язык, все прелести немецкого без его ужасной грубости». Да, есть в этом правда, действительно. А его соратник и друг по жизни, Фридрих Энгельс, он знал несколько языков, и один из последних, которым он занимался уже практически перед своей кончиной, это был русский. По той простой причине, что именно богатства русского языка не хватало для понимания многих жизненных моментов. И поскольку это был очень плодовитый ученый, не только они занимались, как говорится, различными теориями в революционном направлении, но и к тому же это большой ученый именно на самом деле. Вот ему принадлежит очень большое количество произведений, в том числе. Поэтому «Как велик и могуч русский язык, все прелести немецкого без его ужасной грубости». А уж немецкий язык – это язык философов все-таки, как-никак. Ну, минутное отвлечение от темы у нас произошло, очень интересное отвлечение от темы. Теперь давайте о вашем университете, университет Российской Академии Образования, Самарский филиал. Как давно существует, как давно в Самаре заявлен? Рассказывайте. Данный университет Российской Академии Образования существует с 1969 года, как институт повышения квалификации работников образования. Сам филиал, Самарский филиал, как подразделение этого университета, создан в 1991 году как стартовая площадка для внедрения и распространения именно как раз опыта научного и преподавательского на территории Российской Федерации. У нас еще 16 братьев и сестер по Российской Федерации. То есть это начиная от Новосибирска, допустим, и Майкоп, и Дагестан, Астрахань, Глазов, Нижний Новгород, ну и Самара, наша любимая Самара. С 1991 года. Данное учебное заведение никогда не меняло профиль своего направления, то есть это гуманитарные в основном науки. В данном случае наш филиал основывается на трех китах – юриспруденция, психология, экономика. То есть это те направления, которые при правильном методическом подходе, при правильной постановке акцентов всегда обеспечат необходимую подготовку, во-первых, ну и, естественно, перспективы в дальнейшей жизни, безусловно. Наши выпускники не только готовы к трудоустройству, они, как правило, всегда трудоустроены. Трудоустроены. Хорошо. А о материальной базе? У нас хоть есть фотографии, я предлагаю как раз под разговор их пустить. Что включает в собой, вот воочию, если зайти в университет? Это полный комплекс всех необходимых условий для обеспечения учебного процесса, как материальной, так и духовной составляющей. У нас собственное здание, которое обеспечено необходимыми всеми атрибутами для учебного заведения. И далее, как год тому назад мы прошли успешно государственную аккредитацию. Это очень важный момент, между прочим, сейчас наше время такое непростое. Аккредитация – это действительно… Я лично сталкивалась с этим, поэтому я знаю, что это такое, и я рада за вас. Поэтому все необходимые требования, которые предъявляются к учебному заведению в этот момент, они были подвергнуты ревизии дополнительной и выполнены. Ну, из оснащения еще, я так понимаю, это компьютерные классы, это актовый зал, где проходят какие-то мероприятия, конференции и так далее. Это студенческое кафе, есть такое. Ну и, наверное, гордость – это криминалистическая лаборатория, где обучаются юристы своему мастерству, своему такому интересному делу. Есть? Есть. Все? Не наврала нигде? Нет, нет. Хорошо. Ну, наверное, когда выпускается из университета, с особой любовью вспоминает именно о преподавателях, так или иначе. Есть преподаватели, которые, быть может, валили на экзаменах, но все равно ты их любишь. Вот, о преподавательском составе. Расскажите, пожалуйста, о своем коллективе, о преподавателях. Можно я вступить в вашу, себе позволю. Любое учебное заведение, оно строится на тех или иных фамилиях, именах. Это преподаватели, как правило, потому что, как правило, именно на преподавателей поступают сначала дедушки, потом приходят дети, потом приходят внуки и так далее и тому подобное. Естественно, вот эта традиция передачи своих знаний, опыта приходящим молодым педагогам, она существует в университете и по сей день. Поэтому я слово бы хотел предоставить своей коллеге, Екатерине Юрьевне Стахановичу. Собственно, которая является преподавателем, заведует кафедрой, она государственник, поскольку она возглавляет именно кафедру государственных правовых дисциплин. Передают вам слово. Спасибо. Я хочу более подробно остановиться на деятельности нашей кафедры, кафедры государственного права. Наша кафедра обеспечивает преподавание публично-правовых дисциплин. Это конвенционное право, экологическое, административное, муниципальное право. Также специалисты нашей кафедры преподают курс «Основы права» для студентов неюридических факультетов. То есть у нас и факультет экономики, факультет психологии, все изучают право. На нашей кафедре разработаны специальные курсы для студентов нашей специализации. Мы изучаем избирательное право, административную ответственность. У нас есть курс, который посвящен основам правоположения личности. Наши преподаватели ведут активную работу с студентами, участвуют в различных вебинарах, семинарах, круглых столах. И не только региональную, но и на международном уровне. Студентов мы отправляем на практику как в органы местного самоуправления, так и в органы государственной власти. То есть студентов наши знают во всех органах публичной власти. И мы принимаем активное участие и в издании, и в сборниках, в статей. То есть в принципе всех преподавателей нашей кафедры и нашего вуза, они известны, их знают. И, как сказал Владимир Николаевич, студенты действительно идут к нам, зная наших преподавателей. У нас на кафедре работает Боброва Наталья Алексеевна, это очень известная личность, депутат нашей губернатской думы в прошлом. Поэтому любят, знают и, собственно говоря, один из критериев выбора вашего учебного заведения является преподавательский состав. Можно так сказать. Да. Хорошо. Ну это, давайте. Я хочу сказать, что в дополнение ко всему у нас настолько разносторонний разновозрастный коллектив студентов. Абитуриенты у нас как от 18 лет, так и до 50 с лишним студенты возраст имеют. Поэтому так же, как от школы до геодезиста, от морского училища до медицинского училища, все идут к нам, и все идут учиться, и все идут на наши специальности. Хорошо. Екатерина Владимировна, как ответственному секретарю приемной комиссии, я хочу задать такой вопрос. Ну, собственно говоря, какие специальности? Мы узнали уже про юриспроизводство. Три кита. Ну, есть же еще какие-то направления? Конечно, экономика, торговое дело, менеджмент, реклама и связи с общественностью, психология, перевод и переводоведение. Такие вот направления мы всех приглашаем к нам, студентов наши. А вступительные экзамены, испытания? Вступительные испытания, конечно же, у нас есть, которые у нас обозначены нашим вузом. Ну, также результаты ЕГЭ. Результаты ЕГЭ для тех, для школьников, которые, собственно говоря, закончили. Ну, и для людей со средним образованием диплом, я так понимаю, подтверждающий это самое образование. Да, да, да. И какие-то вступительные все равно есть. Да, документы об образовании. Собеседование идет в другом случае. Если у вас высшее образование, у вас тогда собеседование. Если у вас среднепрофессиональное образование, вы идете по результатам вступительных испытаний. И если вы школьник, соответственно, то вы приходите к нам по результатам ЕГЭ. Всем рады, для всех есть свои условия. Для всех все, собственно говоря, сделаете, чтобы как-то помочь. Конечно, у нас каждому студенту индивидуальный подход. Индивидуальный подход. Немножко проговорили мы вначале о трудоустройстве, опять же, об уверенности в завтрашний день, вере в завтрашний день для студентов. Насколько вообще выпускники подготовлены для жизни после вашего учебного заведения? Абсолютно. Абсолютно. Все, точка. Ну, по той простой причине, что все практически работают, обучаясь у нас. Это и учеников также касается им. Такая возможность предоставляется всегда на выбор. То есть всегда можно совмещать обучение научного обучения и плюс. Еще при неполной занятости выполнять те или иные функции. Это во-первых. У нас очень большие отношения именно партнерские с работодателями. Сам ВУЗ является членом союза работодателей области. Так же, как мы входим и в совет ректоров высших учебных заведений области, так и в союз работодателей. Поэтому те вопросы, которые так иначе возникают, отрицательного или положительного плана, они всегда нами мониторятся, всегда в режиме онлайн. И повлиять на судьбу любого студента в положительном смысле, мы всегда это можем сделать. И плюс еще очень хороший такой также партнерский спектр средних профессиональных образовательных учреждений и общеобразовательных. То есть идет подпитка кадровая, как с нашей стороны мы можем оказывать какие-то дополнительные услуги по патронированию деятельности учебных заведений среднего звена, так и наоборот получать ту или иную информацию для освежения своих знаний или умений со стороны как раз наших партнеров. Это и школы, и техникумы. Называть не буду, чтобы не обидеть тех, кто не входит в этот спектр. Хорошо. В любом случае партнерские отношения налажены. Есть и связь, опять же, подытожим, и с работодателями, и с техниками, и школами, которые, собственно говоря, могут передать кадры для вас. Хорошо. Про активную внеучебную деятельность хочется узнать. Наверняка же есть тоже что-нибудь такое, чем какой-то досуг для студентов обеспечиваете. Есть? Ну, конечно, у нас есть. И студенческие весны мы проводим, и участвуем в шествиях, и сейчас к 70-летию победы. Да, победа-то не обходит стороной. Это самое главное наше участие мероприятия в этом году. Мы не забываем близлежащих ветеранов. Студенты очень активно относятся к этому. И в параде в том году мы участвовали. Опять же, шествие в честь защиты Крыма и Севастополя мы также проходили. Ну, я думаю, что сейчас студенты очень активной жизнью живут. Во-первых, дорожные патрулирования сейчас проходят в городе. Есть такое, да, у нас. И очень активно студенты обращаются. Включились в работу. И поэтому дорожные вот это вот движения, они осуществляют. Дружинники такие. Дружинники. Настоящие дружинники. Слушайте, ну здорово. То, что принимаете участие, опять же, отдельное спасибо. Я понимаю, что это должно быть само по себе. Но когда это есть, я имею в виду участие в Великой Отечественной Победе, в праздновании этого замечательного праздника, помогайте ветеранам. Ну, это низкий поклон вообще всем, кто как-то к этому причастен. Поэтому от меня лично, от, думаю, многих наших телезрителей, действительно хочется сказать спасибо, что не забываете, что помним и, конечно, ими и гордимся. Ну, я так понимаю, что вы радуете еще своих студентов различными льготами. Есть у вас и льготы. Я срочка от армии, я так понимаю, расскажите поподробнее. Конечно. Льготы у нас для тех абитуриентов, которые поступили, у которых есть братья, сестры, мамы, папы, которые закончили Университет Российской Академии Образования. Семейная льгота. Семейная льгота называется. Она предоставляется на весь период обучения в сумме 10% от суммы. Также у нас есть такая льгота, если ты закончил предыдущее образование либо с красным дипломом, либо с золотой медалью. Тебе тоже предоставляется скидка 10% тоже на весь период обучения. Это студенческая, если не ошибаюсь. Это тоже студенческая льгота. Также у нас есть льготы для победителей Олимпиады, призеров и конкурсов, проводимых Университетом Российской Академии Образования. Ну и предоставляется тоже 10%, но на год обучения. Также у нас есть льгота социальная, которая предоставляется тем абитуриентам, у которых родители инвалиды. Срочка от армии? Срочка от армии это обязательно. На очном отделении. А если возможен переезд из другого города, где есть ваше учебное заведение, возможно как-то перевестись, постучить? У нас есть даже такие студенты, которые, обучаясь в нашем филиале, живут в Тольятти, например. Несмотря на то, что Тольяттинский филиал, он также относится в Университет Российской Академии Образования. Поэтому и переводы... Это тоже возможно. Это тоже все возможно. Собственно говоря, своим студентам любить их. Если бы не любили, наверное, то такие льготы, поощрения, скидки, возможно, наверное, их не существовало бы. Но я так понимаю, что и цена не особо кусается, как мы говорим. Правильно? Да. Абсолютно образование доступное для населения, для среднего населения. И она очень качественная. И она очень качественная. Это самое главное. Но, собственно говоря, качество образования, наверное, подтверждает трудоустройство студентов. Это главная цель любого образования. Отсутствие. Отсутствие проблем при трудоустройстве. Есть как раз критерий правильности подхода при обучении. Поверьте, что это самое главное. Потому что, я знаю по опыту, много людей, которые имеют не один, а пять дипломов. И 120-ю школу, к примеру, там, как говорится, за плечами. Но оказывают услуги по клинингу гостиницы. Пускай даже, может быть, пятизвездочные и выше. Но все-таки лучше один диплом качественный. Но все-таки лучше иметь один диплом. Да, может, его и вообще не иметь. Но иметь необходимую, как говорится, востребованность в этом обществе. Понимаете? Все, спасибо большое, что были у нас в эфире. Спасибо, что поделились своими новостями. Программа «Инверсальный формат» с вами прощается до следующей недели. Пока, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова